Дмитрий, смотрите, какой интерес прессы. Как будто ничего страшного не случилось. Такое впечатление, что наша сборная борется за самые высокие места, у нее решающие матчи. Сборная испытывает колоссальный интерес наверняка. Ну это вам так кажется? Мы только тренируемся. Играть мы не можем, к сожалению. Это очень печально на самом деле. Какова задача сбора? Как вы их себе видите? Может быть Валерий Георгиевич уже что-то сказал на этот счет? Ну, собраться, вспомнить требования, которые есть в сборной и подготовить себя еще более-менее к нашему чемпионату. Ну, наверное, вот. Не все приехали. Ты сомневался или никаких вариантов не было? Что я поеду в сборную или... Да нет, я не сомневался. Ну, как я не знал, что я поеду прям на сто процентов. Я, конечно, думал. Я всегда с радостью и с удовольствием еду в сборную и поэтому я думаю, что поеду. Тут вопрос больше потому, что некоторые как будто бы переберегли себя. То есть у них были незначительные повреждения, они не поехали в сборную. Вот у тебя. Да нет, у меня такого не было и надо для чего беречься. Если бы, понятное дело, был бы тур, то, конечно, можно было бы остаться. А так сборная провести 6 дней в сборной, перезагрузиться и готовиться к чемпионату, а не 4-5-6 дней отдыхать. Убим, было видео с Тарасовым. Вы шутили, что он мастер-класс приехал давать. А какая у него на самом деле была цель? Ну, у нас челлендж был, а то два дня подряд. Поэтому мы их обыграли с братом всего. Поэтому не получилось мне показать мастер-класс. Мы им показывали. Как сборной приняли новичков команды в Заику и Сарвейли? Да нормально. Тут всех хорошо принимают. Чуть адаптируется. Я думаю, что надо показывать и доказывать и попадать на постоянной основе в состав. Как изменения по сравнению с соревновательным периодом, если бы был бы матч? Может быть, что-то в распорядке дня? Может быть, Карпин на этот раз сделал послабление, разрешил Сахарку? Нет, такого нет. Еда как осталась, так и осталась. Но, наверное, если бы были матчи, то больше было бы теоретических занятий и разбирали бы соперников. А так все так же, все строго с едой с Сахаром. Сейчас нет теории? Есть одна, но когда период к подготовительным матчам, то там по две теории. Насколько, наверное, честным решение ФИФА автоматически вывести сборную Польши, даже не перенеся матч? Я не хочу это обсуждать. Вы сами все знаете, как с нами поступают, как люди про нас говорят. Поэтому пускай это останется на их совести. Вы сказали, что... Ну, наверняка вас задевает. Какое вы сказали? Мне больше всего вас задело, а вы посчитали несправедливым по отношению к... Я не хочу про это говорить, на самом деле. И вы сами знаете, как и спортсмены говорили про нас с некоторых стран. И... Ну, как сказать по футбольному, душит нас везде. Дима, во время игр, да, несколько раз менялись капитаны во время тех официальных игр. А вот сейчас на сборе кто на поле ведет себя по-капитански? Кто лидер команды? Да все лидеры команды. Ну, как я уже об этом говорил, много раз уже об этом спрашиваете. Вас все время интересует то капитан команды, то капитан команды. Да все мы капитаны здесь. Я вот локомотивный капитан, там я лидер. Вы сказали о том, что, к сожалению, не будет официального матча. Вам объяснили, почему? Как вы это поняли? Если хотя бы двухсторонки, какой-то официальный. На стадионе. Ну, чтобы это было на стадионе, а не на базе. Да нет, нам не говорили. Ну, хотя я когда ехал сюда, я думал, что будет где-то на стадионе. Ну, не знаю. Видимо, так посчитали, что надо провести здесь матч. Может, это кого-то задевает, там, из FIFA, UEFA. То, что мы будем где-то на открытом стадионе играть или еще что-то. Ну, я не знаю. Ну, по мне, вот здесь отыграл и поехал в клуб и готовиться к чемпионату. Вы также вот как раз и говорили про локомотив, что лидеры локомотива. Но, как вы думаете, какие сейчас, может быть, какая мотивация у игроков и у клубов вообще доигрывать чемпионат, если есть понимание, что, возможно, в следующем сезоне не будет Еврокубка? Это тоже тяжело, на самом деле. Ну, кто-то, наверное, теряет мотивацию. И сегодня, да, было там решение по 18-16 команд и приняли, что все остается так же, да. Но это здорово, потому что будут кто в нижней турнирной таблице, они будут биться. А так бы сейчас все расслабились. А, допустим, у кого-то были бы игры, кто за высокие места бьется, они бы уже не с такой мотивацией играли. Поэтому надо надеяться и верить, что скоро уже все закончится и все вернется. И будем играть и в Лиг чемпионов, и в Лиг Европы. Ну, и, конечно, и с чемпионатом мира это очень печально получилось. Именно для вас какая мотивация? Вот вы сказали, что некоторые могут и потерять мотивацию для вас в этом сезоне, доигрывать этот сезон. Ну, постараться быть в призерах. Я понимаю, что это тяжело, но надо ставить максимальную, наверное, цель. Не быть там седьмым, восьмым, а хотя бы в тройке быть. Понимаю, что тяжело это. Многие российские футболисты, когда их спрашивали о целях, о мечте, они говорили о том, что хотели бы поиграть в Европе. Сейчас, когда вы думаете об этой мечте, как у вас происходит переосмысление? Я думаю, что если футболист хороший, то его и в такой ситуации заберут. Это и мое мнение. Ты хороший футболист? Я хороший футболист. История, история, вы сказали с сожалением, но это видно, с горечью говорите. У вас есть, как бы сказать, надежда, хотя бы один процент, что по какому-то счастливому стечению обстоятельств у нас есть шанс и возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре? Хотелось бы верить в это, но на данный момент, я думаю, что у нас нет шанса сыграть. Сейчас достаточно сложная ситуация финансовая во многих клубах. Не обращалось ли руководство Локомотива к игрокам с просьбой, может быть, уменьшить зарплаты? В Локомотиве нет, в других командах тоже слышал, что обращались, но в Локомотиве пока не говорили об этом. Сейчас есть разноречивые мнения по сборной. Среди них и то, что если нет соревнований, зачем собираться и тренироваться, раз матча нет, чтобы ответили этим людям, которые так считают? Что надо делать? Что бы вы ответили? Тренироваться приезжать. Не отдыхать, а тренироваться. То нельзя забывать о том, что у нас есть сборная? Наверное, никто не забывает об этом. Но кто не приехал, то, наверное, реально повреждения и еще что-то. Их посмотрел в медицинский штаб и отправил их. Поэтому все приезжают с удовольствием и тренируются. Лично я с удовольствием приезжаюсь и тренируюсь. На тренировке небольшое повреждение, может быть, мини такое, все нормально, все в порядке? Да, да, все хорошо, там чуть-чуть в голеностоп ударяли. Традиционно Карпин много общается с футболистами. Было ли что-то такое? Может быть, он сказал какую-то речь? Зачем мы собрались на этот сбор, какие у нас задачи и каковы наши перспективы? Что в этот раз было? Все так же, как и готовимся, когда готовимся к официальным играм. Все было так же, собрались, было собрание, поговорили. О чем говорили, останется у нас. Вот этот тренировочный цикл, когда не давит результат, нет матча, тем более такого, как стык. Это, возможно, идеальный способ, возможность что-то наиграть новое. Какие тактические варианты, расстановку? Есть ли что-то такое, что сейчас Карпин наигрывает новое? Нет, нет ничего нового. Мы тренируемся, как тренировались. Ничего нового пока нет. И тяжело, наверное, за 5-6 дней что-то новое сделать. Это надо 2-3 недели, я думаю. Если бы готовились к чемпионату мира, там был бы вперед, и там бы уже, наверное, что-то новое наигрывали бы и отрабатывали. Возвращались к игре с Хорвакией? Нет.